новая угроза которая активно заговорили и эксперты и политики россия может применить химическое оружие такой сценарий якобы всерьез рассмотрят в кремле причем информация не из москвы этими данными располагает запад насколько велика опасность что конкретно может случиться и при каких обстоятельствах я алексей мацука в этом выпуске детально обо этом поговорим о новой угрозе химического оружия и возможном его применение россии на украинском фронте написал американское здание политику журналисты ссылаются на данные источников из администрации байдена те оценив угрозы пришли к выводу что путин с большей вероятностью чем нажать на ядерную кнопку может задействовать такое оружие причем это не домыслы и не допущение конкретных каких-то журналистов газета написала что подобной информации располагают сразу шесть высокопоставленных американских чиновников случае если российская армия продолжит нести потери на фронте или случится ее полное поражение москва может прибегнуть к применению химического оружия в том числе того которое в сша связывают с использованием для отравления алексея навального мы проверили эту информацию услышали от тех же американских чиновников оперативная информация об этом действительно есть она не дает оснований предполагать что атака случится в ближайшие дни или даже недели наоборот прогноз что с наступлением зимы и боевые действия несколько утихнут но тем не менее очень разные источники от данных разведки до российских оппозиционеров сейчас заговорили что в кремле обсуждается сценарий использования химоружия и здесь первым делом стоит разобраться что в принципе может пойти в ход что есть в российском военном арсенале если верить официальным заявлениям москвы в россии химического оружия нет вообще еще в 93 году страна присоединилась к специальной конвенции согласно которой его разработка производства и применения запрещены и в сентябре 17 якобы якобы избавились от всего тогда по официальной версии все 40 тысяч тонн советских запасов были окончательно уничтожены но как в это поверишь если впоследствии россия не раз оказывалась в самом эпицентре скандалов где химоружие как раз фигурировала на вооружении советского союза было как минимум с десяток боевых ядовитых веществ и это лишь те о которых известно одно из них это средство нервно-паралитического действия под названием новичок тот самый которым великобритании 18 году отравили семью скрипалея спустя два года этот же яд по данным немецких специалистов задействовали при отравлении российского оппозиционера алексея навального последствия от отравления новичком крайне тяжело лечатся у этой отравы нет ни вкуса ни запаха еще одна череда скандалов связано с применением другого яда за рим он также был на вооружение ссера позже и в россии и его кремль по всей видимости предоставлял режиму сирийского диктатора башара асада по данным немецкого global public policy institute за рим там использовали более 300 раз вероятнее всего применяли боеприпасах тот же генерал суровикин руководил российскими войсками в сирии так что теоретически мог бы использовать знакомые ему средства которыми считает который считает эффективными так вот допускают эксперты российскому военному руководству присоединились люди имеющие опыт применения химического оружия в сирии если россия будет продолжать в том же духе и почувствует что может усилить давление за счет уничтожения мирных жителей то вполне логично что таким извращенным образом давление будет усилена еще больше скептикам которые думают что на такое россия пойти не способна напомню ситуацию со штурмом завода зубсталь в ходе которого по данным госдепартамента сша и об этом вашингтоне заявили открыто москва уже была готова использовать химическое оружие для конспирации смешав яд со слезоточивым газом вот что тогда заявили госдепи нам доступна достоверная информация о том что россияне возможно готовились использовать отравляющие вещества потенциально слезоточивый газ смешанный с другими отравляющими веществами чтобы ослабить и вывести из строя украинских военных и гражданских мариуполе ослабить оборону города и лишь публичное оглашение что атака готовится заставила москву от нее отказаться а вот эксперты химики говорили тогда что очень важно заранее разработать систему мониторинга потому что одно дело подозревать россию и другое собрать доказательства применения химоружия это оказывается не так то просто та же история сейчас если вдруг москва от угроз перейдет к реализации своего плана как это можно будет доказать эксперты криминалисты говорят о правилах и протоколах когда немедленно нужно будет собрать образцы почвы воды ткани погибших животных и тут же отправить лабораторию в лондоне или вашингтоне а подобные анализы проводить могут далеко не везде невозможно обнаружить конкретное химическое вещество если нет конкретных материалов например образцов крови волос одежды нужны тела мертвых животных если животные рядом погибли нужны образцы воды и почвы которые взяли вокруг из-за войны собрать их еще можно а как передать но они необходимы с другой стороны звучат и оценки что в ситуации войны не до криминалистики недорасследование которое может длиться месяцами и достаточно будет просто объективных данных и политической воли признать что москва в очередной раз пошла против всех правил и ответить как минимум новыми санкциями часто это сложность доступа к месту происшествия также часто это и политические аспекты когда полмира подписала конвенцию о запрете химического оружия его использование большой прецедент я думаю по большей части это политическое решение признавать или не признавать использование киеве говорят что в курсе ситуации происходящее около линии фронта мониторят но пока что не видят непосредственно подготовки россии к использованию такого оружия однозначно у них химическое оружие есть у них есть подразделение рхб защиты на территории украины которые могут применять химическое оружие но разведка в данное время не подтверждает то что россияне массово период боеприпасы с отравляющими веществами но тут возникает еще один вопрос а что если утечки информации в москве допустили намеренно сейчас больше подозрений чем много из того что говорит и делает москва такое себе принуждение к переговорам что именно для этого используют угрозы применить атомное оружие или устроить ядерные испытания над черным морем или те же странные заявления о грязной бомбе которые как появились из ниоткуда и обратите внимание так и пропали из повестки дня из информационного пространства вообще дальше начались обстрелы украинских энергообъектов и россия откровенно заявила это тоже попытка заставить и украину и запад согласиться на переговоры причем прозвучало это на заседании совета безопасности оон который киев попросил созвать после последних массированных обстрелов и просто в зале под запись от посла не бензи услышали мол либо ракеты будут лететь дальше либо поговорить с нами свого будет реализовываться военными методами пока киевский режим не займет реалистичную позицию которая позволяла бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы которые вынудили нас начать специальную военную операцию тут конечно стоит разобраться это давление на украинские власти или больше стремления показать западу что риски мол возрастают но как бы там ни было долгое время сжимать пружину постоянно повышая ставки усиливая эскалацию тоже ну невозможно российский узел очень крепко затягивается и превращается в гордиев узел и с каждой недели с каждым месяцем проблематика становится все труднее скорее всего наступит какая-то точка какой-то банальный случай который разрубит этот гордиев узел это должно произойти обязательно вопрос только в том когда именно при каких обстоятельствах и с какими последствиями для путинских элит всей российской нации и для украинцев в частности киеве уже заявили такой путь к переговорам считать неприемлемым особенно после новых ракетных обстрелов которые вызвали блокаут частичный я считаю что европа совместно со всем демократическим миром должна действовать более практично по отношению к россии они требуют от нас переговоров требует сдачи наших государственных интересов понимаю что мы не можем пойти по этому пути от слова совсем о том что этот разговор москва просят не ради мира сомнений похоже уже не у кого не осталось и по словам западных экспертов логика тут простая в ходе переговоров предложить объявить перемирие пусть и временное приостановить боевые действия подтянуть резервы использовать паузу для того чтобы закрепиться на уже занятых территориях а потом под любым предлогом обвинить украину в нарушении договоренностей и начать все с новой силой только уже усилив свою группировку и закончив обучение свежемобилизованных единственное что делает преждевременное перемирие это позволяет обеим сторонам перевооружиться и поскольку россия сейчас больше всего истощена она больше всего от этого выиграет а затем возобновит войну так что все что вы покупаете за перемирие это продолжение войны это не решило бы ни одной из основных проблем тут еще важно вот на что обратить внимание каждый раз информация о новой угрозе появлялась в аккурат после очередных провалов россии на фронте в частности после начала контрнаступления высу в харьковской области а источником становились не российские чиновники а иностранная пресса которой доверия больше ну и западные разведки получали многочисленные сигналы как они говорят и сейчас все снова один в один так что не исключаю что в кремле просто достали из колоды еще одну карту которую очень уж стараются выдать за туза как произойдет дальше конечно посмотрим время сейчас такое что ничего нельзя списывать за счетов и в то же время ни одна угроза по большому счету не способна сама по себе изменить кардинально ситуацию по-прежнему все будет решаться на поле боя на фронте ну а что именно будет происходить обязательно поговорим в одном из следующих выпусков я алексей мацуко спасибо что смотрите до встречи